я открою дверь в морозилку и мне кое-что нужно вот это вот мне нужно да давно не было такого ролика когда я в общем готовлю что-то покушать и вот раз я буду готовить курицу постоянно кто-то опять ходит хотя воскресенье и буду добавлять еще туда картошку вот это вот курицу надо сначала куриные ножки разморозить поэтому надо будет небольшая кастрюлька и водичка вообще надо будет две кастрюльки потому что так будет прочно обычно я вот это в морозилке размораживаю в кастрюлю ну меня так удобно кастрюлю вот залил водой куриные ножки и нужно примерно ждать 20 минут чтобы мясо у куриное мясо было не слишком твердо так уже мягкое мясо мягенькое было вот скоро она в общем разморозится пока тут видите так склеена куриные ножки и как вы поняли я буду готовить 4 куриных ножки что нам понадобится чтобы запечь курицу опять кто-то ходит он пиццы там готов я пришел ему надо поставить все пришел такой наш каркей шоу шоу только только купила на картошечка картошечка понадобится такая вот черная пропин ложка черный перец соль такие вот перчатки обязательно вот такая вот фольга курица естественно она самая главная в этом ролике и самой запеканке она практически уже разморозилась и и один помидор тоже пригодится в этом ролике для этой запеканки куриных ножек продолжу дальше вот фольга уже готова их примерно вот так вот надо населять и все сделать ну в общем вот как то так дальше я буду не курицу использовать а картошку и после картошки вот это вот я буду использовать один помидор примерно столько я буду очень использовать картошки есть еще один момент если вот такая вот картошка то прошлый раз когда я запекал то она не до конца запекалась как следует но есть вот такая маленькая картошка она хорошо то есть мягкая получалась а это более такая тверда поэтому я рекомендую вот такую же картошку лама разрезать чтоб она ну быстрее запеклась и была более более такая мягенькая после запеканки вот обратите внимание вот как я сделал по всей площади картошка которая была побольше чем маленькая это мини картошка я разрезал пополам можно например сделать вот так вот допустим одну картошку одну половинку больше сделать а другую больше просто это чтобы быстрее запеклась и было мягкая потому что маленькая картошка она очень быстро запекается и становится мягенькая дальше у нас идет вот красный помидор дальше буду разрезать помидор как видите я вот так вот так же сделал как с картошкой только немножко по другому теперь одна из самых главных частей это куриные ножки вот мягко видите вот так вот когда будете сами готовить главного так вот руками потрогать чтобы мясо было мягкое ну вот так вот я курочку положил обратить внимание этой стороны так этой стороны так чтобы было красиво дальше а я знаю что дальше дальше да холодильник открываем холодильник это нам не надо нам надо нам надо майонез майонез берем майонез следующий момент кое-что реально не смогу показать на видео потому что не могу я и что-то делать рукой и одной рукой так и так то есть мне дверь руки будет занята штатива у меня нет а я поэтому придется только уже ну показать это в готовом виде продолжу дальше как бы для предпоследней операции осталось ложка использовать майонез черный перец соль и вот эти вот перчатки вот открыл майонез здесь вы не понюхайте но он пахнет как майонез но майонез иногда творит чудеса кулинарии кулинарии допустим можно делать салаты ну для использовать для салатов в общем вы поняли кто делает салаты это все таки майонез все таки я кое-что могу показать просто когда я буду мазать курицу то пальцы будут все майонезы поэтому я использую вот такие вот перчатки потому что потому что в этом есть маленький секрет и эту картошку я тоже буду каждую обмазывать майонезом вуаля все обмазан майонезом кроме помидоры дальше это делал надо перцем посыпать и посолить главное это курицу поперчить конечно там можно кроме помидора еще добавить лук чеснок но я как видите не добавляю то есть но я не считаю что это лишнее то есть это придаст какой-то дополнительный аромат но я хочу без этого лука и без чеснока чеснок он вонючий но он полезно все таки для организма и в общем это дело я еще все посолил вот так вот вокруг а курицу перчил только курицу а картошку не перчил я беру эти куриные ножки с картошечкой и с помидорчиком и несу вот туда вот в духовку в духовку мы это дело закрываем закрываем это я с камерой визи обычно я ставлю вентилятор видите вентилятор ставлю обычно 200 градусов 200 градусов время я ставлю обычно час но в этот раз я поставлю час 30 за много вот час 30 запомните вентилятор 200 градусов это оптимальный вариант тут ничего не загорается обычно может 900 ватт загорится я нажимаю старт все пошло она пошла запекаться запомните все эти числа даты что куда я функционировал и так далее пускай в общем готовится куриные ножки скоро я кушать буду ням ням когда буду голоденький и конечно это дело я поставил поставил в общем на таймер чтобы не проворонить свою курочку так сейчас 46 минут и принципе уже тут так как то странно готовится я решил поставить на 100 градусов а время столько же оставить сейчас я закрою это дело это дело будет на 100 градусов а время такое же вот там конкретно уже пошло 23 минуты надо проверить как там курочка ну знаете уже более-менее еще 20 минут ждать поэтому не зашумись вот в общем крючка уже готова поэтому сейчас я буду ее пробовать и говорить вам на камеру так выбрали ее отсюда ну вот что у меня в итоге получилось в общем местами видите подгорело на это нормально буду сейчас пробовать как она там картошка мне нравится нам мягенькая тоже нравится сейчас буду пробовать вам говорить беру курочку беру курочку беру курочку ну что я могу сказать в общем пробуйте сами я кстати много времени поставил единственно что если даже много ставить времени нужно все-таки контролировать там подходите прошло там 30 минут поставили там 150 градусов если допустим так сильно не видите что не подгорело то пусть так идет но все равно контролируйте в целом я в этот раз доволен на этом ролик я хочу закончить